Вообще, для чего мы сюда заходим? Для того, чтобы вам показать, что здесь кушают замечательные товарищи. Причем замечательные товарищи увидели в таких машинах, когда ездят. То есть, ну, люди понимают, да, где кормится вкусно и где кормится по-домашнему. Так это все в столовой по-домашнему, которая располагается на вокзале 110. Вообще-то разговор у нас ведется о машинах. Самые крутые в другом, не менее любимом месте. Но, по сути, те же автомобили здесь, в столовой, по-домашнему. Круто, конечно, когда и то, и другое по качеству одинаково. Но здесь все по-домашнему дешево. На вокзальной 110. Очень вкусно. Домашняя еда. Все доступно, быстро и всегда с улыбкой. Дело в том, что в некоторых столовых я не могу есть, потому что, ну, всякие желудочные неприятности возникают. Здесь ничего нет. То есть, вы едете спокойно, все нормально? Да. Очень вкусно и никаких последствий. Только позитив. А почему все-таки сюда приехали? Много же столовой в городе? Ну, по пути здесь как бы заезжаю. А по количеству еды? Потому что в столовой по-домашнему все-таки не каждый это делает? Здесь очень вкусно, кстати. Вообще везде в кофейнях дорого. Дорого, да? Ну, вот, допустим, чтобы так вкусно покушать по-домашнему, сколько это в Москве стоит? Ну, где-то примерно рублей 500, если плотненько так покушать. А здесь за сколько? Здесь я вот за, ну, как максимум за 200 рублей покушала. Это была москвичка. Я не буду говорить про тамошние аэропорты. Там вообще капец, какие цены после прохождения в зону допуска. Но посмотрите, все, что представлено здесь, вы в любом состоянии кошелька это можете купить. Потому как я в процессе посещения был голоден настолько, что можно было съесть и ливерку. Но зачем ливерка, когда есть столовая по-домашнему? Ну, люди должны понять, потому что я есть очень сильно хочу. Я даже сегодня не кушал, чтобы сюда прийти. И вот сын мой тоже сюда пришел, потому что он тоже кушать хочет. Представляете, да? Вот это работа у нас. Ничего не можно себе позволить дома. Такое иногда случается. Так-то, по сути, мы едим в дом, потому что у меня супруга очень хорошо все это дело готовит. Я, конечно, сделал себе самое дорогое, и почему бы и нет. Но для сына возьму самое дешевое. То есть, вот для сына маленький пирожочек. Вот, я сделаю для него макароны и гуляш, чтобы вы поняли, да? Мое количество и его количество. Он немножко поменьше, поэтому столько-то не съест. Макароны и котлету, и вот пирожные. Сколько это все будет стоить? Примерно скажите вниз. Макароны, как и пирожные, для сына просто. Чтобы люди поняли, сколько все дешево стоит. 70 рублей для сына. Нормальное явление, да? Я побольше сделаю, и потом вы все это дело поймете. А так вот, на второй я себе возьму гуляш из говядины. Вместе с картошечкой. Молоке и сыром. Вот-вот. Это будет отдельная тема. Ну, даже если что-то взять, ну, не более получается все это вместе, не более там 300 рублей. Я есть хочу, извините. Очень сильно хочу есть. Спасибо большое. А теперь мы встанем за стол, я вам кое-что объясню. Как я бы это сделал, если бы все это дело посмотрели. В смысле, как бы я это дело съел. Естественно, вы бы хотели это увидеть. Но для вас есть интернет. На ютюбе вы все и поймете. А так, конечно, это коммерция и только. Ну, вот мы сюда и сели, да? Естественно, хотели бы посмотреть, как это все будет вкусно. А не получится, не получится, не получится, не получится. Потому что у нас на телеканале «Звезда» только коммерческий сюжет. Коммерческий сюжет и без меня. Ну, ладно. Но зато вы все это можете посмотреть на ютюбе. Очень весьма интересная штука. То есть, сейчас объясню, в чем прелесть ютюба, да? Прелесть ютюба и прелесть интернета в том, что рано или поздно телевидение закроется. Так оно и будет, рано или поздно. Но в прошлом году или позапрошлом году был такой рэпер корейский, Псай, да? И после этого все сказали, что да, ребята, телевидение «Алисс». Потому что количество просмотров «Евойник» было аж 2 миллиарда человеков. Представляете, сколько вы смотрели? Сегодня и сейчас мы тоже можем смотреть. То есть, я уже другие вещи смотрю. Джастина Бибера я смотрю. Sorry. Я много чего смотрю. Я вижу уже полтора миллиарда просмотров. То есть, это нормально. То есть, прелесть интернета в чем заключается? Вы в любом моменте можете или пересмотреть, или остановить. А потом дальше продолжить. А посмотреть это можно несколько раз. Теперь, как все это делать, посмотреть в моем лице. Мы просто с сыном здесь сидим, он сейчас кушает. Я для него это сделал. То есть, вот смотрите, я сейчас вам показываю. Ютюб, понимаете, Ютюб. Нормально? Теперь вам открывается страничка, да? Теперь в поисковике в левом углу вбивайте дивную фамилию Алексея Челикова. Я сейчас объясню. То бишь, Челейкиных в мире не так уж и много. Все мои родственники, по сути. То есть, два Алексея Челейкина. Это я и мой сын. Другого варианта нет. То есть, вбивайте Алексей Челейкин. Все ешки. И выходите на меня. На меня. Выходите, да? Там моя круглая рожица такая. Квадратная рожица, в смысле. Это мой канал. Теперь в моем поисковике вбивайте дивные фрагменты. Столовок по-домашнему. Все столовые по-домашнему. Я так и именую. И смотрите эти замечательные сюжеты. Вот. Вот так вы сможете посмотреть, как я это буду кушать. А там много сладостей и удовольствия. По сути событий, все и россияне любят Ютюб. Круто, конечно, взять, к примеру, группу Ленинград. Это Ютюб. И там вашими косяками вы будете сами и питаться. Ну да ладно, нам проще результат. А он очень хорош. Столовую по-домашнему любят не только горожане, но и гости города. А располагается она здесь, на вокзальной 110. И вот она, то самое пузо. Потому что я здесь хорошо покушаю. И вообще мне очень нравится здесь кушать. И вообще мне очень нравится то, что здесь все-таки стоит очень дешево. Но вы этого по телевизору не сможете увидеть. Потому что, ну, примерно понимаете, да, я занимаюсь чистой коммерцией. По телевидению, естественно. Но то, что я здесь кушаю, так где вы все это сделать сможете увидеть? Я вам предлагаю тот самый замечательный вариант, который я вам озвучил в начале сюжета. Ютюб, да, представляете, да, все нормальные люди смотрят видеоматериалы в Ютюбе. Вбиваете Ютюб. Ютюб, знаете, как это делать? Сейчас поговорю. Ютюб.ком. Туда вбиваете мою дивную фамилию. Она настолько дивная, что оказывается, все мои люди с фамилией Челейкин, они, это и есть мои ближайшие родственники. То есть вбиваете Алексей Челейкин. Есть еще один Алексей Челейкин. Это маленький мой. Другого варианта и нет. И когда все это дело вам покажется, то есть вы увидите мою квадратную мордочку, да, вбиваете столовую по-домашнему и начинаете понимать, как я это вкушаю. Ну, так вот, вы, конечно, все это сделаете, а для тех, кто все смотрит в эфире, мы вам говорим, куда ехать. Необходимо ехать на вокзальную 110. Именно здесь кушают люди в столовой по-домашнему.